Идем дальше. Мечтать не вредно. Так вы поймете, что сейчас пойдет очень важная тема. Важнючая. Но я вынужден начать издалека. Вот это вот. Еще не вставил. Почему? Я вам показываю диск. Он уникален. Когда-то этот диск побывал в руках у самого Медведева. Вот. Вот видите. Не знаю видно вам или нет. Урожай 2007-2008 год. Он когда-то побывал в руках у Медведева. Медведев сказал. Передали мои друзья. Медведев сказал. Разберемся. Передал секретарю. А что было дальше? Может было и так ясно. Какой можно ответ ждать от Академии наук? Ясно какой? Вот. Поэтому естественно что продолжение не имело. Хотя прошло сотни сколько лет. К сожалению. И вот что. Значит это особый диск. Почему? В 2005 году ребята на циклах подожгимый сад. Так. И. А это был 2005 год. Здесь 2007-2008. Я вам просто хочу сказать все самое. И понять. Чтобы вы поняли меня. Большинство из нас уже понятно чем речь пойдет. Самое легкое на свете. Друзья. Это вырастить под плодовый сад. Сейчас вот я диск вставил. Да. Вот. Это самое легкое на свете. Поверьте. Я знаю что говорю. Потому что я это проходил. И так значит. Сейчас мы с вами найдем этот диск. Вот он. А. Ой. А. Нет. Нет. Кажется я научился это делать. Видишь. Вот. Огромные значки. Ага. Вот смотрите. Мы его пробежим очень-очень быстро. Вы меня слышите? Надеюсь. Потому что я тут может быть влез не туда куда надо. Да. Только одна просьба. На девушек не заглядываться. Тут есть и в купальниках. Я повторяю. Как западные фирмы. Какой-нибудь автомобиль. И девушка с тремя полосками материи. Это реклама называется. Ну я от них не стал вставать. Вот. И вот смотрите сюда. Это было выращено в течение нескольких лет. Видите? Вы тут видите деревья некоторые. Ну тут есть ветеран. Которая у меня с основания там допустим. Да. Но я не буду сейчас про это говорить. Знаете что это такое? Это не патриарх. Это одна из веток патриарха. Вот. Рекорд 50 ведер. Но это просто. Я сейчас не могу про это рассказывать. Я просто хочу сказать. Что все эти чудеса. Вот мои друзья. К сожалению. Все на том свете. Вот. Так не признанные. Вы ушли на этот свет. Вот. И вот смотрите. Кто-то какие-то видел. Примерно три десятка из них украдено сотнями сайтов. Сотнями. Вот. То есть получается в Сибири можно вырастить то. Что те кто воровали мои фотографии. Они не знали что это в Сибири. Они считали что это есть мировые стандарты. Представляете? Вот они. Вот они. Вот они. Вот они. Вот. Позже я вам покажу вот эту. Буквально вчера я ее нашел. То есть она сама влезла ко мне. Реклама. Видите? Вот. То есть мировые стандарты. Сейчас я дальше без комментариев. Смотрите. Вот. Это все было выращено в течение нескольких лет. Не считая десятка старых деревьев которые. Ну тут есть горько на вот это вот. Сожженные вот эти. Которые сожгли. Ну ладно. Тут их мало. Я хочу подчеркнуть только одну вещь. Я хочу сказать. Друзья мои. Что вырастить сад это самое легкое. Дальше начинается самое трудное. Вы уже догадались. Пункт 2. Сохранить. Пункт 3. Сохранить сад. Пункт 2. Пункт 3. Сохранить эти же сорта. Что бы как минимум они стали не хуже. Потому что. По Железовской. Теории практики. Сохранить. Полностью вегетативные гибриды невозможно. Не знаю что они хуже становятся. Они становятся разными. Вот она Сибирь матушка. Так. Вот. И сейчас. Сейчас вот эта сказка закончится. Потому что первая. Это настоящая сказка. Но она же из жизни. То есть здесь ничего придуманного нет. Здесь полно моих этих самых линеек. Которые это. Вот. Вот это все моим почерком. Корявым. Видите. Вот. Сейчас она закончится. Это те самые года. Это мало фотографировало. Некогда было. Да и страшно было. Вот. Вот. Когда сожгли сад. Я уничтожил своими руками. Вот эти персики. Вот эти вот. Потому что все вот эти ветки. Зимой были отрезаны. И проданы вам. Это страшная жизнь. Вот. А обращение к губернатору. Красноярского края. Я расканывал. Вот. Ну все. Посмотрели. Вот. Я просто. Это конечно ностальгия. Посмотрим дальше. Сейчас. У меня появилась одна еще идея. Я хочу развить ее. Посмотрите. Начинаю я с чего. Где-то уже кто-то меня обходит. Ну где вы видели. Побег. Однолетний. Длиной 2,5 метра. Ну где. Вы думаете. Я Тамаре Колодину не верю. Верю. У меня у самого была. Сколько Ирина Александровна. 2,20 самый длинный. Или 2,30. Вот. Хоть устраивай соревнования. Кто из нас круче. Это один пример. Вот. Кому надо. Тут вернется. И уже подробнее прочтет. Потому что здесь есть ценная информация. Что привито на двухлетнюю пользу. И так далее. Вот. И вот. Фактически. Вот все что я скажу дальше. В течение часа. Это благодаря Алексею Углову. Это он виноват. Знаете почему? Сейчас поймете. Значит. А это должна быть обыкновенная лекция. Еще показать десяток изувеченных дел. А еще показать десяток неизувеченных. Вот. И то что вам уже может быть даже начало предаться. Большинство из вас уже все знает и умеет. Вы сами можете читать лекции. Вот. А десяток из вас уже могут быть ведущими на телевидении. Вместо этих самых странных женщин. Так вот. Потерял всю переписку. В этом году зацвела ваша венгерка. На третий год после прививки привита на терн. Пока мотаем на ус. Венгерка привита на терн. В конце концов остался один плод. Вот они же вкус изумительный. Пока вот на это обратите внимание. Но обратите внимание, что просвели он в человеке. С какого будуна вы вдруг уссурийскую дикую грушу привели. И зачем вы? Вы получите абсолютно несъедобные плоды. А дальше если вы настоящий садоват, то возьмете с них семечки. И у вас будет свой так называемый селекционный материал. Потому что семечки уссурийской груши обладают 100%. А сейчас после того, когда она уже побывала в моем саду, она до этого была 95% приживаемость. Самыми вкусными в мире грушами. Типа это самое. Лисы красавицы. Самыми вкусными в мире. А сейчас 100%. Поэтому я подозреваю, что со временем у вас будет прекрасный селекционный сад. Это ладно. Из ваших костей растет фаина. Это тоже замечательно. Мы про фаину поговорим еще. Смесь крупноплодных абрикосов. А вы знаете, что смесь? У меня еще есть, да? У меня уже кончились королевские. У меня уже кончились баи. Или там осталось 10, 10, 20, 30 костей. То есть крупноплодные. А ассортик, где есть и академики, и королевские, и баи, у меня еще есть маленькая. Это, к слову, это маленькая, меняется реклама. Но главное-то не это. Внимание. Сейчас поймете, с чего началось. И дальше, как снежный ком пошел. Все это растет в Вологодской области. Севернее Вологды на 200 километров. Ближе к Архангельской. Вам не кажется, что товарищ, чуть не произнес слово, обнаглел? Сильно смелый. Но у него уже что-то есть. Смотрите внимательно. Итак, та самая плод, вкус изумительный. Сейчас поймете. Вначале это просто плод. Если бы меня ночью разбудили и сказали, сколько он весит. Ну, наверное, грамм 50. Второй вопрос. А что это такое? Я бы сказал, что это очень напоминает чернослив. И ошибся бы. Прививка на терн. Я-то ему высылал. Вот что. Вы понимаете, друзья? Это еще начало разговора. Дальше снежный ком. Итак, на девушку не глядеть. Вот так. Значит, это снежный ком будет. А пока, смотрите. Венгерка. Да, с Украины. Да, привез. Да, замечательная. Да, называется богатырская. Вот. И. Что с ней сделал терн? Так вот, самое начало разговора впереди. И очень серьезного. Настолько, что пусть я сегодня не расскажу, что я запланировал. Но я хочу, чтобы вы поняли меня. Вот. Костико уже может быть выпрыгнуто. А может быть и нет. Раз уж он уссурийскую грушу умудрился привать. А это один на тысячу или на сотню. Так. Ну вот. Кстати, вот это моя приписка. Ваши логоцки уничтожили абрикос. Был такой знаменитый абрикос. Его нет. Чем? Ну догадываетесь. Ежегодная обрезка. Он без этого жить не может. А там климат-то. Ну-ка еще раз глянем, где. Представляете? Ладно. Отвлекся. Извините. По-другому не умею. Простите. Итак. Мы видим феномен. Он же не сам по себе. Один. Ветка. 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 Цветков было штук 30. Знакомой она была. На ветке эти цветки и этот плод был. Вот. Теперь. Судьба его не знаю. Возможно, если бы я вот не поднял этот разговор. Я даже не уверен, что углов меня сейчас слушает. И вообще слушает. Вот. Вот просто я всех требую отчет и присылаю. Смотрим дальше. Внимание. Вы уже поняли. Перед нами феномен. И за нее надо уцепиться. Вот я, например, сейчас уже не в том состоянии. Сергей уже не 3 дня из 6 торгует этими самыми хлебами, пивом. А 6 дней из 6. Вы понимаете, куда мы идем? Никуда. Так. А у меня юбилей позади. Так вот. Нужно с чего-то начинать. Я предлагаю такую вещь. Вы только дослушайте дальше. С этим разобрались. Я нашел еще. Это не самый яркий снимок. Был еще поярче. Но долго было искать. Это тоже Анна. Но Чернобаевым привито на абрикос. Вы уже помните это. Я показывал, но по-моему, в другой фотографии. Еще красивее. Это тоже неправильное. Я уже выговаривал Чернобаеву. Испортил классическую венгерку. Вот это классика. А привито на сливу. Привезено мной из Украины. Северсовская область. Бресловская область. Далее. Это второй вариант. А что, Чернобаеву моложе меня? Нет. А что, у него позади не было, как у меня, операции? Были. А что дальше ее судьба какая? А? Или у Сергея Железова, который торгует в магазине. Хорошо, пока зима, а весна придет. Магазин закрывать, а у него кредит. Представляете? Как он будет заниматься селекцией? Хорошо. 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 Продолжение следует...